всем привет ребят ну что у нас сегодня с вами пвз3 новая игрушечка интересная веселая почему особенно из-за башенки и многие из ребят точно так же как и я долго мучился я уже как видите прошел 17 ловлов застряли на 14 на 15 левеле почему потому что я вот вчера вечером забрал уже не стал заснимать повторно это видите я не забрал полностью все еще и 14 вчера дофармил кстати 15 как раз не дофармил и 14 дофармил но здесь еще более-менее такие простые зомбаки 15 лавал этом этом где-то вот 15 у меня не забрано вот эта карта мне надо без потери жизни запомнить поехали попробуем сейчас это сделать 15 сложно фармить потому что здесь есть вот здесь 5 уже идет как видите у нас рангов плюс здесь есть вот такие вот зомбаки седьмого уровня 13 с половиной тысяч дамага 3000 атака 30 точнее атака 38 и 6 то есть они с одной тычки фактически выносят жизни 13 с половиной плюс они закидывают от этих мелких это была проблема то есть у меня не было чем у меня было только звездочка кукушки это принципе такое не особо страшное элвисы тоже жесткие я вот себя использовал вот такой вот состав единственное у меня здесь не было флексид вот то есть это кукуруза по моему если не ошибаюсь или не кукуруза хрен короче хрен с ним неважно то есть вот такой вот состав самый основной здесь это кабачок скваш то есть благодаря ему я прошел дальше намного почему потому что он бьет как впереди таки сзади героев плюс у него офигенный дома то есть по дамагу здесь если посмотреть посмотреть почти 7000 домах благодаря этому он моментально один раз из расходуется если его под семенами улучшить то вот есть такая вот темка plant food три на три орех зону он будет пить это под семенами если же просто вот так он получит буст как видите стопроцентный пуст плюс он увеличится то есть и он будет бить два раза то есть он два раза ударит может мы сейчас это сделаем я вам покажу в общем поехали попробую еще раз пойти мне надо пройти эту локацию без потери жизни чтобы забрать бонус ну то есть забрать там карточку для открытия открытия определенного уровня а вот они что я здесь использую конечно здесь очень круто и топово смотрится драконы потому что они бьют офигенный дают домах плюс здесь очень круто пригодилась мне лимончик лимончик тоже кайфовая тема но не только смотрите внимательно вот закидывают каким образом я у себя проходил остальные ловила и дальше заходил у меня вот обычная простая тактика добьется вот три впереди дракона они по сути перекрывают мне всю карту плюс если у меня там заходит и кидаете не знает незабудки называю а вот появился кабачок я его кидаю сзади на вторую линию почему на вторую думаю вы сейчас увидите сейчас появится похоже большие гоблины они нам будут мешать что делает лимон это по сути как тыква у нас битве замков он ускоряет офигенно героев еще по бокам ставлю то есть таким вот образом я ставлю в две линии так отлично первую прошли еще закину кабачок один такс можно сюда незабудку и теперь усиляю всех так вот соответственно у меня эти драконы дамажит и бьют по летающим юнитом так вот так вот поехали проверим или сработает эта тактика здесь вот есть вот эти вот с вилами они тоже дофига неудобств приносят я их тоже блокирую по сути вот этими незабудками них обездвиживают и не хватает времени на то чтобы их слить так поехали дальше помимо этого я использую вот такие вот шишки они пробивают сквозь броню бьют у меня сейчас четырех героев то есть они сквозные скажем так это очень удобно это очень классно вот кукушки пошли и тоже их вот так вот у них много жизни я их обездвиживаю не запутка и соответственно все просто изи вот смотрите вот сейчас будет у нас большой этот я выкидываю чтобы он не задамажил вот закинули назад и он пошел то есть вариант был либо незабудку вот так вот закидывать ух ты хорошо идет слил у меня кого-то до одного дракона слил либо закидывать вот так вот незабудку у нас просто он не на ту сторону немножко зашел сейчас попробуем словить то есть кабачки в данном случае очень кайфово смотрится и против юнитов которые закидываются и против больших этих орков не знаю каких назвать есть еще конечно у вас вишенка которая реально спасает вот смотрите вот кидаю кабачка вот он дамажит один раз вот закинул назад и вот благодаря этому кабачку получается у нас возможность он даже назад бьет то есть не только вперед бьет он и назад если закидывают я стараюсь ставить его на вторую линию и вот дальше вот тоже интересная тема ребят бах из-за которого по сути я думал что нельзя будет дальше пройти можно увеличить себе количество разных ресурсов я не знаю чем связан этот баг но он зачастую он у меня появился после 14 уровня или определенная комбинация вот видите забрал если не забрать последний там последнего юнита у вас будут набираться очки все время короче и вы дальше не ну она будет просто автоматически зависать но надо просто выкопать какое-то растение и все будет гуд так есть первые прошли в принципе без проблем то есть кабачки реально классная тема у кого есть обязательно качайте потому что без них будет сложновато эти мелкие тоже портачат очень много то есть я стараюсь первую же линию поставить драконов для дамага потом уже дальше вот линия собрана можно вот тут вот закинуть незабудку она его бездвижит замедлит и драконы добьют то есть три дракончика в линии у кого есть драконы и все дальше я уже тут нету летающих поэтому нам там и не особо нужны так вот делаем весьма перекрыли центр а дальше я просто добиваю уже юнитов шишки они очень классная не дамажит сквозь единственное правильно это все быстро расставлять потому что от этого тоже много зависит чем дальше ламу выше покажу еще 16 этами дальше тем сложнее будет там будут более скоростные мобы и их сложновато будет убить таракс есть надо было нам так оставить для этого показать вам табачка в общем драконы здесь очень круто тащат я вам скажу но не только на вот эти вот именно шишки они очень круто я в плане дамага так кабачки расставлять ну то есть тут надо постепенно все ставить вот большие уже идут отлично посмотрим может закинет вот видите он дамажит очень много тут реально сложно вот он закинул мелкого кабачок ударил мы тут его будем скорее всего сейчас подрывать потому что я не хочу то есть таким вот образом кабачки очень круто спасает вот она сейчас будет как раз хорошо зайдет новые кабачки я надеюсь мы успеем так у это мы просто вот смотрите раз-два-два раза используется вот закидываем еще раз под така вот то есть таким образом он несколько раз бьет если дальше усилять он будет еще круче но благодаря этому я без проблем прошел дальше то есть дальше там тоже эти мобы будут и если у вас не будет вот именно такой связочки то есть вам надо ну драконы это само собой можно конечно без них прийти но надо хорошо в качественные шишки шишками тоже реально проходить они тоже крутые немножко неправильно и расставил вот когда вы будете прокачивать дальше здания у вас уже будут появляться вот такие вот стаку сразу то есть он мне сразу же летающий как видите то есть ну это рандомчик ну это реально очень крутая помощь принципе кабачки не так уж и много стоят нереально очень эффективно именно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой какая подстава Это может быть жопа. Сейчас попробуем. Так, можем передвигать. Отлично. В общем, делаем вот так. Тако. Усиляем шишки. Если их усилить, они потом через одного разделяются на других. То есть, скилл. Сейчас вы видите это. Так, незабудку сюда. Давайте все шишки улучшим. Вариантов нет. Плюс улучшим вот этого. Вот так вот сделаем. Так, выставляем. Здесь еще одну незабудку. Поехали. Сейчас вы видите, как шишки разделяются. Они тоже очень крутые. Смотрите внимательно. Дальше на 3. То есть, если раньше просто обычная она бьет и она прямо летит, то здесь уже идет разделение на другие цели. То есть, по центру ставите 3 таких и реально очень круто смотрится. Намного проще будет. Так, делаем усилку. Надо нам по центру дракончик. Внимательно надо смотреть за вот этими вот большими. Они очень бывают протачат. Вот. Но я в основном их добиваю вот так вот. Так, кидаем незабудку, а то он немножко в другой стороне залез. Вот на шишку тыкнули. Вот закидываем. Опять смотрите. Сука, перелез. Перелез видите. Неждан. 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 Вот кабачок ударил. А, еще раз не ударишь. Запускаем шишку. Ну, то есть, тут очень много нюансов. Надо все учитывать и надо быть готовым, когда вот эти вот большие есть, что они могут вам очень сильно подосрать. Поэтому желательно все вот эти вот ваши запасы оставлять на потом. Так, давайте усилим усилилку, усилилку закинем еще одну, потому что тут может быть жестко сейчас. Блин, 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 блин. Так, кабачок есть. Отлично. Вот. Благодаря вот этим вот кабачкам без проблем проходится. То есть, если они раньше у меня забегали, сейчас намного все проще. Поехали следующий лавел. То есть, я без проблем прохожу. Прошел так. Я, правда, пару жизней потерял. Потому что у меня герой были не настолько прокачаны, как сейчас. Это я вам отдельно покажу, как быстро их прокачивать. Все зависит от количества просмотренной рекламы. И надо фармить все время арену. За арену вы получать будете звездочки. Соответственно, будете получать до финиша. Сундучков. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, тут первая волна, видите, она намного проще. Так, вот смотрите, как он отличается от обычных подтаков. Так, тут сейчас могут они сюда и побежать. Надо перестраховаться. И вот, кстати, когда на последних волнах у вас будут... Ну, то есть, в конце волны какой-то один юнит бежать. Не спешите его убить. Старайтесь затянуть время. Это тоже вам очень поможет в плане набора очей. То есть, вы будете намного быстрее набирать очки. Соответственно, вы больше сможете построить. И вам будет проще в начале второго раунда. Так, мелкие эти нам не страшны. Так, закидываем еще кабачка. Делаем линию. Так, есть линию с этих мы построили. Теперь нам не настолько страшны большие юниты. Но все равно надо опасаться их. Вот видите, мелкого закинул. Назад это была проблема всегда. То есть, таким образом вы себя перестраховываете конкретно. Так, нас там заморозили. У кого есть, можно вот так. Будем сделать и все. Вот опять та же самая фигня. То есть, Ани все нормально попустила. Так, 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 так. Вот многие не понимают, в чем кайф это играет. Вот именно в этих волнах. Оно настолько сложно. Оно кажется так, что легко. Но когда у тебя юниты, ты не знаешь, как их расставлять. И разные заходы волн. Все время приходится думать над какой-то расстановкой. То есть, тут не все так просто так. У меня не хватает. И там, в общем, вот таким вот образом я зафармил в 15-ую. Ну, надеюсь, вам это поможет. Качайте шишки, качайте кабачки. И всем удачи. Всем пока.